На сайте Министерства социального развития Пермского края в разделе «Поддержка семей с детьми» мы насчитали 43 пункта. Из них около двух десятков – это меры поддержки многодетных семей. Обратим внимание на пункт «Бесплатное питание в школе». Оно предоставляется семьям, чей доход ниже величины прожиточного минимума в крае. Вот кому и как в Соликамском городском округе эта мера оказывается. За счет средств краевого бюджета осуществляется питание детей из многодетных, малообеспеченных и малообеспеченных семей. Из средств местного бюджета осуществляется питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В данной категории обучающихся представляется двухразовое питание. Всего за счет бюджетных средств получают бесплатное питание, одноразовое и двухразовое, более 3900 обучающихся образовательных организаций. В этом числе 763 ребенка из многодетных семей, имеющих статус малообеспеченные. Всего же в этом учебном году из многодетных семей в школах городского округа учатся 1255 мальчишек и девчонок. Путем несложных вычислений определяем, что 492 ребенка из многодетных семей питаются в школе за родительский счет, потому что доход их семей не позволяет быть причисленными к статусу малоимущих. Вот насчет предоставления питания этим почти 500 детишек общественная организация многодетной семьи Соликамска и написала письмо в Думу. Идея этого обращения зрела давно. Данная поддержка будет существенно для определенного количества многодетных семей, не являющихся малоимущими. И мы понимаем, что высвобожденные денежные средства будут направлены на развитие детей, в том числе вклад в дополнительное образование. И для нас это действительно существенный вопрос. Обрадовались бы положительному решению этого вопроса около 200 семей Соликамского городского округа. Денег на это надо в год чуть больше 318 тысяч, если речь об одноразовом питании. Когда у нас закончится учебный год, мы посмотрим, какие у нас возможные остатки экономии, получается, местного бюджета по питанию детей с ограниченными возможностями здоровья, расчеты сделаем. Если получится, то уже с сентября этого года, в принципе, можем завести. Там не такие большие суммы. А еще управление образованием этот вопрос поднимет при формировании бюджета на 2020 год, чтобы уже отдельной строкой было прописано питание в школах всех детей из многодетных семей, без оглядки на финансовое положение. Председатель комиссии по социальной политике считает, что это вполне реально. Антон Старовский, Михаил Морошкин, телекомпания Соль ТВ